Музыка Какой у вас вариант? Ну будет несколько вариантов. И обвинительные, и оправдательные? Там 19 человек. Каждый из них, у каждого из них своя степень вины, которую должна была доказать прокуратура. Ну прокуратура практически ничего не доказала. А те доказательства, которые они предоставили, они, к сожалению, собраны с большими процессуальными нарушениями. Поэтому с большой вероятностью будут признаны недопустимыми. Но все-таки я думаю, что часть людей будет оправдана. Часть какие-то сроки получит. Но не те, конечно, которые просила прокуратура. Но и дело тоже не закончено. Это всего лишь первая инстанция. Я знаю, что уже готовятся апелляционные жалобы и со стороны защиты, и со стороны обвинения. Будет следующий этап, апелляционное рассмотрение. Потом совершенно вероятно, что дело попадет еще и в Киев. Высший специализированный суд. Ну и иски в ЕСПЧ тоже будут. Потому что в процессе рассмотрения дела выявилось очень много нарушений гражданских прав, обвиняемых. И совершенно справедливо, если они подадут такие иски. Я знаю, что уже, скажем, тот же Максим Соколов такой иск, заявление в Европейский суд за незаконное задержание и за незаконное удержание в СИЗО он уже подал. Скажите, пожалуйста, сегодня в студии прозвучала такая фраза, что дело зашло в тупик. Вы так считаете? Если да, то когда вам кажется, что это произошло? Нет, я не считаю, что дело зашло в тупик. Я считаю, что на самом деле мы сейчас присутствуем при очень важном, серьезном и с большими последствиями конфликте между судом и обвинением. Правоохранительная система, которая продолжала работать по старинке в процессе расследования этого дела, которое положилось на единственного свидетеля, вот они нашли свидетеля Пасмиченко, слабое звено среди вот этих антимайдановцев, и решили, что этого достаточно, что не надо допрашивать никого больше, не надо приобщать материалы телекомпании Первой городской, телекомпании Думской ТВ, не обязательно приобщать так, чтобы диски были правильно запакованы. В результате ваших материалов, они тоже могут быть признаны ненадлежащими доказательствами. Совершенно не обязательно Сергея Деброва допрашивать, и многих-многих-многих людей, которые были в тот день, вели репортажи, были свидетелями, очевидцами событий. Обвинение сработало по старинке. Ильичевский суд, на мой взгляд, показал пример, пока что, я еще не видела, естественно, приговор, он еще пишется, но то, что происходило три месяца в Ильичевском суде, они показали пример независимого правосудия, то, к которому мы стремимся. И совершенно абсолютно естественно, что возник конфликт между судебной властью, которая, наконец-то, начинает становиться такой, какой мы ее хотим видеть, и правоохранительной системой, которая работает по старинке. Поэтому этот конфликт очень важный для развития общества. Давайте выслушаем позицию Юрия Ткачева, журналист, а также член группы «Второго мая» или вышел. Сейчас мы уточним. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы еще член группы «Второго мая» или уже вышли? Уже нет. А по какой причине вышли? Ну, назовем это так. То, как я себе видел расследование, мне дальше его будет проще проводить самостоятельно, чем в качестве членов. Ну вот сейчас Татьяна Герасимова сказала, что то, что происходило в стенах Черноморского суда, это некоторый такой образец по тому, что происходило до этого. Вы согласны? Следите за ходом расследования? Ну, безусловно, следим. Поэтому мне пока что, ну да, мне тоже скорее нравится то, как себя ведет сейчас суд Ильичевска, потому что действительно мы видим, что, ну, во-первых, сами сроки рассмотрения дела, да, то есть фактически за два, за три месяца вот мы прошли всю эту процедуру, которая в других судах инстанций там длилась по полтора года и так далее, и так далее. Это, конечно, очень большой плюс. Что касается там независимости этого суда, я бы все-таки, ну вот, я думаю, что скоро мы наконец-то услышим приговор, и тогда можно будет о чем-то уже более предметно говорить, потому что, ну, все-таки такие вещи лучше оценивать по факту, по результату. Требования прокуратуры от 8 до 15 лет колония для пророссийских участников беспорядков вы поддерживаете? Нет, конечно. Это много? Ну, назовем это так. На мой взгляд, я вообще, с учетом той доказательной базы, которую нам представила прокуратура, по многим участникам я вообще не понимаю, ну, почему, как здесь можно на этом основании выразить обвинительный приговор как таковы. Обвинительный вердикт. Ну, участников, как мы понимаем, очень много. Как в таком случае относитесь к законопроекту, который подавали Верховную Раду еще два года назад, как минимум? Ну, условно говоря, можем говорить о том, что там законопроект об амнистии согласны с тем, что было бы очень неплохо, чтобы его приняли, но пока этого не происходит. Честно говоря, я не скептически отношусь к этому проекту. То есть я понимаю, чем руководствуются те, кто его подавали, да? То есть, ну, это такое, давайте будем понимать, что этот законопроект, это способ легитимизировать тот факт, что это дело не будет расследовано. На самом деле. Это способ оправдать. Ну, наоборот, говорят представители этого проекта, что у людей не будет страха рассказывать что-то, что сегодня рассказывать попросту, ну, подсудимо. Ну, так подождите секундочку. Если будет амнистия, то непосредственно, точнее, ну, это не совсем даже амнистия, как таковая, с вами чуть-чуть по-другому, да? Амнистия – это все-таки для тех, кто уже осужден. Освобождение от ответственности. То у правоохранительных органов дальше не будет мотива, в принципе, это как-либо расследовать. Мы же все прекрасно понимаем, что это реально. Ну, хорошо. Что в нынешних реалиях должно произойти, чтобы ход расследования вас удовлетворил полностью? Ну, что должно произойти? Ну, можно ответить просто, да, правоохранители, исполнительная власть, которой эти правоохранители подчиняются, должна быть заинтересована в том, чтобы провести действительно качественное расследование, если это еще возможно, потому что я не исключаю, что многие доказательства ключевые для данного дела, они физически уже, их не существует уже физически, они уничтожены, потеряны и так далее, и так далее. Но если это возможно технически, то для этого еще должно быть желание, должна быть политическая. Скажите, ходу и результату расследования мешают беглецы, вот все эти люди, которые оказались в России, в Крыму и так далее? Ну, что значит мешают? Они не могут никак мешать, никак не могут влиять на работу следствия, даже не физически. Ну, как же, а как же следствие может быть полноценным в таком случае? Если мы не можем предъявить, ну, следствие не может предъявить обвинение непосредственным участникам и чиновникам, и послужащим. Почему же оно не может предъявить? Существуют у нас институты заочного обвинения и все, что угодно. В этом смысле я никаких проблем, честно говоря, не вижу. Ну, проблемы и в этом нет, вы считаете? С точки зрения, оправдывать отсутствие нормального расследования тем, что кто-то где-то, значит, скрывается, особенно если речь идет о событиях, в частности, на Греческой площади, я... Но я не спрашиваю про оправдание, я все-таки говорю о том, влияет ли это на ход следствия. Ну, безусловно, как-то это находится. Юрий, давайте также услышим мнение Татьяны Герасимовой, она находится у нас в студии. Вот этот же вопрос хотим вам адресовать. Какой этот? Вы несколько задавали. Да, вот этот крайний вопрос по поводу тех людей, которых сейчас физически нельзя допросить, они находятся за границей, в пределах другого государства. Ну, это очень много людей, у кого конкретно вы имеете в виду? Ну, Фучерджи, ну, Баделан, ну, какие-то ключевые люди, о которых мы вот чаще всего говорим, ну, давайте Баделан, ладно, Фучерджи. Ну, вот, наверное, было бы любопытно узнать, почему пожарные машины ехали 40 минут, да, вот пытались преодолеть это короткое расстояние. Ну, насколько я знаю, я читала просто обвинительный акт в отношении тех троих экс-пожарных, которые сегодня находятся в Приморском суде, их дело слушается. Они выполняли преступный приказ, как пишет обвинение, преступный приказ Баделана не высылать машины пожарные без его личного устного указания после того, как захватили машину в центре города. Естественно, у меня нет доказательств, что это так, что существовало. Просто цитирую обвинительный акт. Вы представляете какой-то серьезный переломный момент в ходе следствия, и мы не можем ничего понимать дальше, потому что мы не можем допросить того же фигуранта главного? Ну, вы понимаете, у следствия было огромное количество возможностей допросить главного фигуранта. Он был в Одессе очень долгое время, а сейчас задержан его первый заместитель Великий, он, правда, ему изменили меру пресечения, в отношении него тоже было возбуждено уголовное дело. Проблема не в том, что кто-то уехал, убежал. Проблема в том, что следствие, к сожалению, на мой взгляд, ищет козлов отпущения в этом деле. Причем по всем, так сказать, по всем уголовным делам, по принципу «кто не спрятался, я не виноват». А вот те, кто действительно мог бы пролить свет на события, их просто выпустили из страны и сделали это совершенно сознательно, намеренно. Значит, все-таки мы приходим к тому, что это в каком-то смысле мешает правильному процессу развития. Правильному процессу мешает коррупция в правоохранительных органах. Вот что мешает правильному процессу. А кто, с другой стороны, занят в этой истории, в истории с коррупцией? Ну, вот, одни получают деньги, правоохранительные органы, а кто их дает? Разные люди. Не знаете, кто эти люди? Вы, наверное, думаете, что я работаю в НАБУ или в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Нет. Но вот смотрите, какая интересная история. Это, кстати, адвокаты сегодня спрашивали, адвокат Прилепский, по-моему. Он говорит, объясните мне, пожалуйста, обращаясь к судьям или кто-то объясните мне, в торговом центре Афина было задержано не то 78, не то 108 человек. На скамье подсудимых 19. Где остальные? Каким образом они растворились, исчезли? Что всех обменяли? Все убежали? Мы же понимаем, каким образом происходит, так сказать, обмен свободы на денежные знаки. Ваша позиция, где действительно остальные? Почему следствие выбирает очень ограниченное количество людей и с ними возятся так долго? Юрий, вы еще с нами? Да, да, да. Ваша позиция. Хотелось бы узнать, почему, повторяю вопрос, почему в отношении только очень небольшого количества людей, учитывая, что фигурантов было в десятки раз больше, только в отношении отдельных личностей происходят следственные действия. Коррупция в чем причина? Кто-то кого-то подкупил? Я не думаю, что дело в коррупции. Дело в том, что подобные же ситуации мы видим по многим другим подобным резонансным делам, в том числе не только в Одессе, и в Харькове у нас были подобные же истории. Выбираются фигуранты, которые удобны. Которые удобны в первую очередь с, скажем так, общественно-политической точки зрения, которых удобно представить злодеев. Либо, второй вариант, это люди, которые попросту там попались, были в свое время раскручены правоохранительными органами, тоже, опять же таки, как злодеи, и теперь следствие пытается мучительно доказать их вину. Ваш прогноз, каким будет приговор через 15 дней? Я считаю, что, в принципе, неправильно ставить сейчас подобные вопросы, потому что это может быть расценено как давление на суд. Ну, это, конечно, мое личное. Да, и ваше личное мнение, я неоднократно читала у вас на страничке в Фейсбуке, что дело 2 мая, оно для вас очень личное, дело чести. Я, если не ошибаюсь, именно так вы об этом писали, потому что погибли близкие вам люди. В этом контексте, учитывая, что вы больше не член группы 2 мая, в общем-то, не можете делать уже никаких глобальных, наверное, внесков в ход расследования, как-то помогать следствию. Да, с последним утверждением я категорически не согласен. А каким образом вы участвуете? Если сгодно, я веду свою собственную работу сейчас по этому направлению. В частности, конечно, больше меня сейчас интересуют события в Доме профсоюзов, но тем не менее. А события на Греческой площади вам не так уже интересны? Вообще-то, если бы не события там, возможно, не было бы Дома профсоюзов. Есть некоторые моменты, которые мне очень было бы интересно понять по Греческой площади, но так сейчас сложилось, что вот та информация, с которой я сейчас работаю, она в основном касается Дома профсоюзов. Ну, есть у вас какие-то интересные наработки, которыми вы можете с нами поделиться? Что? Есть какие-то интересные наработки новые, с которыми вы можете с нами сейчас поделиться? Ну, я скажу так. Ну, например, судя по всему, достаточно большой долей вероятности, я пока не назову фамилию, удалось понять, собственно говоря, кто был тот человек, которого добивал, ну, не знаю, добивал, не знаю, сколько вряд ли это сказать, которого бил Всеволод-Ночеверский поддома профсоюзов. Один из лучших. Еще раз задам этот вопрос, помню, что я его уже один раз, как минимум, вам задавала. Признаете ли вы, что вместе с теми людьми, которые действительно применяли физическую силу людям, которые выпадали из здания, из окон здания профсоюза, были и те, кто их пытались спасти? Безусловно. Более того, таких было большинство, на самом деле. Спасибо вам. Спасибо большое. Юрий Ткачев, журналист, у нас был на телефонной связи. Да, скажите, пожалуйста, вот, ну, Юрий говорит о том, что скоро он ожидает приговора, естественно, все ожидают приговора. Насколько реальна его реализация и приведение в действие этого приговора? И, на ваш взгляд, ну, ваш прогноз? Ну, как? Конечно, конечно, ну, когда, когда суди сегодня сказали до 15 сентября, почему нет, почему нереально? Если, скажем, в решении будет для кого-то оправдание, для кого-то освобождение в зале суда, то должны будут освобождать прямо в зале суда кто-то не получит свой срок или получит срок меньше того, что запросила прокуратура. Почему нет? Это вполне реально. Давайте услышим телезрителя. У нас есть возможность дозвониться на прямой эфир. Мы вас слушаем. Ваш вопрос или ваш комментарий. На прямой эфир. Мы вас слушаем. Ваш вопрос или ваш комментарий. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Если можно, отойдите, пожалуйста, от вашего телевизора. Я хочу рассказать свое предположение. Насколько я видел, 2 мая один корреспондент корреспондент ввел полностью, ввел, снимал, оператор, снимал полностью этот весь ход событий. Я до ночи смотрел этот весь ход событий. Там много было человек, которые выходили уже в 12 часов ночи с России. Человек на крыше, который ховались. Это с России были человек 50. Да, мы поняли, что вы имеете в виду. Да, и поэтому, значит, там завязано все начальство Одессы и Одесской области. И поэтому никакого, если это все раскопать, то это будет надо и Труханова, и всех, и начальника милиции, и тех, кто все было договорено. Все это с России было сделано, которые уже сбежали давно. Услышали вас. Спасибо большое за звонок. Ну, попробуем как-то прокомментировать. Звонок, к сожалению, демонстрирует там неосведомленность граждан Одессы и вообще нежелание, наверное, знать о том, что происходит. Может быть, это и нормально. Люди не могут жить постоянно три года вот этими кошмарами и ужасами. И ужасами интересуется только часть, и то даже не все журналисты. На самом деле, бывший начальник областного управления милиции Петр Сергеевич Луцюк каждый месяц приезжает на судебные заседания в Приморский суд. Обвинительный акт в отношении него еще год назад поступил в суд и рассматривается. Но, правда, очень-очень вяло, к сожалению. Но, тем не менее, судебные процессы происходят, и его обвиняют в том, что он не ввел план Волна, и то, что он потом впоследствии его сфальсифицировал. Поэтому говорить, что о российском следе, ну, мы искали этот российский след. Да, он был обнаружен военной прокуратурой, если вы помните, весной прошлого года были распечатки опубликованы, и в вашем даже эфире прошел фильм про русский след в событиях 2 мая. Поэтому... Но отрицаете его? Вы отрицаете его? Нет, я вообще не отрицаю ничего. Я хочу сказать, что в истории 2 мая еще очень много белых пятен. Вот про белые пятна, мне кажется, немного об этом тоже зритель хотел сказать, что велась трансляция. Вопрос закономерный. Вот если и так все зафиксировано, какие могут быть там проблемы со следствием, если есть люди, которые снимали чуть ли не весь этот процесс с начала до конца? Ну, что значит снимали? Ну, хорошо, снимали. Для того, чтобы съемки каким-то образом были реализованы уже в следственной работе, нужно идентифицировать людей, которые на этих съемках зафиксированы. Нужно понять, чем они занимаются, какую-то последовательность действия, что делали операторы. И это, естественно, мы и продолжаем так делать. Мы снимаем то, что нас интересует. И вот камера же, она двигается. И вот какой-то человек чем-то там занимается. Мы его сняли и дальше пошли. Мы же не снимаем до конца, чем занимается этот человек. И тем более 2 мая никто же не знал вообще. Может быть, кто-то и зафиксировал бы того же Всеволода Гончаревского, который упоминал сегодня Юрий Ткачев. И подошел бы поближе и снял. Но там был, в общем, хаос, ужас и кошмар вокруг Дома профсоюза. И был снят он издалека. Поэтому одного видео для того, чтобы провести качественное следствие, очень недостаточно. Нужны экспертизы, опознание и так далее. Татьяна, вы общаетесь с родственниками погибших в Доме профсоюзов. По крайней мере, я помню, что какую-то связь некоторое время назад вы с ними поддерживали. Сейчас поддерживаете уже? Сейчас уже практически нет. Потому что на первом этапе, еще в 2014 году, когда они еще были очень сильно растеряны. И у них еще не было адвокатов. И, в общем, мы им, как могли, помогали с правовой точки зрения. Тогда даже провели небольшое собрание в ноябре 2014 года, где им разъясняли просто права потерпевших. Сейчас у них уже у всех адвокаты, они организованы. И поэтому нас не нуждаются. Давайте еще услышим мнение, либо вопрос телезрителя. К нам дозвонились. Добрый вечер. И уже положили трубку. И если получится, услышим нашего телезрителя. И еще один вам вопрос. Вот Юрий Ткачев говорит, что он вышел из группы 2 мая и самостоятельно ведет свое расследование. Вот на ваш взгляд, подобного рода такие частные расследования могут принести пользу? Конечно. Безусловно. И я вам хочу сказать, что таких расследований уже на сегодняшний день немало. Я могу назвать сходу сразу журналиста новой газеты российской Инны Полухиной. У нее было очень качественное расследование. Еще в 2014 году она приезжала в Одессу. Я вам могу сказать еще, кстати, тоже российское расследование. Это Алексей Титков. Он работает в высшей школе экономики в Москве. Но он выходец, он одессит. Он учился, кстати, в одном классе с Александром Жульковым, который погиб 2 мая на Греческой площади. Так вот, Титков сделал серьезнейшую, на мой взгляд, работу в пяти частях его расследования. Он в чем-то опирался на наши материалы, в чем-то собственные выводы делал. Очень можно кратко об этом. Очень качественная работа. А какие выводы? Ну, мне вот, например, запомнился один вывод Титкова. Титкова, потому что я это никогда не решалась произнести. А со ссылкой на исследователей я могу это сделать. Вот он задался вопросом, зачем люди пошли в Дом профсоюзов? Ну, зачем? Вот действительно. Ну, у них же было время там разойтись. Большой парк и так далее. Их никто насильно не загонял там палками, да? Или там под дулами автомат. Ну, призывы были, но ведь не все на эти призывы ответили. А были призывы и расходиться даже. Вот, кстати, Боцман, который стрелял в вице-адмирал Жуков, он потом приехал к Дому профсоюзов и людей призывал разойтись. Нет. Так вот, Титков ответил очень оригинально этот вопрос. Он говорит, что надо учитывать фактор женщин старшего возраста. Они сыграли достаточно серьезную роль в том, чтобы призывать людей в Дом профсоюзов. Вот это я у него так не считаю. Это опять же учреждение, да, такой вывод. Давайте еще услышим нашего телезрителя. Да, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Люба Семеновна. Я тоже хотела сказать, что насчет 9 мая. Я тоже смотрела этот в прямом эфире очень допоздна. 2 мая. Съемку 2 мая, да. Именно в тот день, когда произошла эта трагедия. И вот все время говорят, сепаратисты, сепаратисты. А вот был такой момент, может, вы тоже вспомните, когда подъехала машина полицейская, а уже такая трагедия была, что много людей было сброшено. Просто сброшено падали. И когда на кучу друг к другу, как в концлагере, сбрасывали их, и там, я помню, один парень отползал, потому что ему плохо было, а кто-то взял палкой и его на кучу, и кричали, говорите, слава Украине. Какие сепаратисты это делали? Зачем такие вещи говорить? Услышали вас, но продолжают смаковать эти не очень приятные моменты. Действительно, свежая память. Уже установлено, что никто никого не выталкивал из окон, что люди выпадали уже от того, что там в одномоментно возникла высокая температура, и люди, которые стояли возле окон, пытались дышать свежим воздухом. Вот эти вот места возле окон превратились в один момент, очаги спасения превратились в очаги смерти. Люди потеряли сознание, они просто действительно почти синхронно выпадали из окон, уже в таком состоянии потери сознания, скорее всего, потери координации движений. Много слухов, много мифов вокруг Дома профсоюзов, и, конечно, ответы на эти все слухи и мифы могло бы дать объективное расследование, которому мы требовали все эти тригоды, но, к сожалению, пока что мы только движемся к тому, чтобы это расследование все-таки было завершено. Спасибо вам большое. Татьяна Герасимова, член группы 2 мая, была у нас в гостях. Сейчас переливаемся на небольшую информационную паузу и поговорим с депутатом облсовета по вопросу перенесения сессии. Дождитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА